Даниил, здравствуйте. Здравствуйте. Вы археолог? В том числе. Расскажите, в чем специфика вашей профессии? Ну, специфика археологии в первую очередь в том, что она связана с поиском вещественных источников. То есть мы прошлое можем изучать по целому ряду источников. Мы же знаем о прошлом из каких-то источников. То есть информация не берется с потолка. Ну, один из источников это письменный, да, но у нас есть целый ряд культур и даже, можно сказать, цивилизаций, ну, условно, у которых письменности либо не было, либо ее мало просто. То есть, например, у некоторых цивилизаций письменность в общем была, но на ней писали мало, и в основном какие-то магические тексты. Вот. Есть у нас источники археологические, то есть вещественные, а, ну, есть еще там целый ряд других, мы их брать не будем. Возьмем основные письменные археологические. То есть археология, собственно, занимается поиском и изучением вещественных источников, которые дают нам информацию о прошлом, о том, как люди жили, но не только о каком-то их чисто бытовом бытии, да, но и о политической структуре, о хозяйственной можно делать определенные выводы. Ну, понятно, что она, ну, я думаю, об этом еще поговорим, она имеет ряд особенностей именно работы с этими источниками археологическими, которые внутри себя тоже делятся. Но в целом это обнаружение и работа с как раз вот вещественными артефактами, которые есть в земле, и не только в земле, и которые нужно обрабатывать. Я, например, что-то нашел. Как бы понять, что эта находка имеет какую-то ценность? Ну, зависит от того, что это. Ну, то есть некоторые находки вы, может, и не особо поймете, что это находка. Ну, к примеру, каменные орудия, вот, ну, даже может быть не орудия, а в процессе изготовления орудия брался камушек, да, и с него откалывались пластинки. Вот, и эти пластинки, они имеют довольно характерный вид. И, в принципе, если у вас глаз наметан, вы можете идти, ну, не по городу, потому что здесь все-таки весь этот культурный слой, так называемый, он, естественно, смят уже. А вот где-нибудь на более диких местах, даже, может, нахоженных, вот, к примеру, где-нибудь возле Байкала, там монстр Фальгон такой есть, вот по нему идешь, я просто сам по нему шел, вот, лет шесть уже назад было. Вот, и там под ногами лежат, ну, то есть их видно отщепаете. Ну, то есть, если мы берем более такие, ну, что ли, вещественные вещи, в смысле, более представительные, правильнее сказать, то, конечно, они, ну, выглядят как вещи. Ну, то есть, они могут быть бронзовыми у нас, они могут быть у нас железными, золотыми и так далее. То есть, материалы разные. Ну, понятно, что просто так на дороге они редко лежат. Еще видите, в чем есть большой спор, когда же археология, ну, есть такое определение, что археология, типа, это то, что больше ста лет назад. Но время-то идет, да, вот, если, допустим, в 2000 году, 100 лет назад был 900 год, а сейчас уже 20. То есть, поэтому, вот, к тому, что, грубо говоря, со второй до второй половины 19 века, это такая спорная вещь. То есть, так называемая русская археология, она есть, то есть, русского уже населения в Сибири, там, 18-19, ну, все 17-18-19 века. Но, все-таки, я занимаюсь более ранним периодом, к этому, не знаю, к этому, так сказать, тут спорная такая грань. А если мы берем что-то более архаичное, там, средневековье, древность, то, ну, вот, вы найдете какую-нибудь очень заржавленную железяку. Железо плохо сохраняется. Бронза, она будет такая зелененькая, то есть, это будет какое-то зеленое шило, зеленое зеркало, ну, что угодно. Ну, оно будет такого характерного зеленого, сине-зеленого цвета, что оно покрывается патиной, поэтому бронза сохраняется лучше. Вот, ну, соответственно, какие-нибудь золотые изделия, они и есть золотые изделия. То есть, ну, конечно, вероятность, что вы просто будете ходить ля-ля-ля, и гоп, нашли артефакты, это вряд ли. Ну, а если вы будете ходить с металлоискателем ля-ля-ля, то за это предусмотрено наказание в Российской Федерации. Хотя, надо сказать, что борьба с черной археологией и с черными копателями, она у нас ведется не очень ожесточенная. Вот, в некоторых регионах прямо-таки наследие от этого очень страдает. У нас это как-то чуть меньше распространено, вот, но вообще это беда, и она есть. И есть черный рынок этого всего, всех этих вещей. Но черный рынок тоже у него там свои особенности. То есть, он, например, вещь просто ниоткуда, она будет стоить гораздо, просто в разы меньше, чем вещь, у которой есть какая-то предыстория. Которая, допустим, описана, на которую сделали определенную, скажем, легенду. Ну, легенду не в смысле миф, да, а легенду как на карте, некая информация, да, краткая. А вот исследователи, да, вот это уже вещь, естественно, сразу залетает в цене. Иногда происходит, не от хорошей жизни, но некоторые исследователи, археологи, они, ну, скажем так, увидев в интернете какие-то вот выставленные вещи на аукционы, они иногда связываются с, так сказать, продавцами или копателями, зарисовывают вещи, фотографируют. Конечно, так сказать, если вы совсем, вот, с точки зрения белого и черного, надо на ПСБ натравливать, на таких, ну, в смысле, на продавцов. Но в настоящей ситуации это вряд ли особенно возможно, поэтому обычно, ну, по крайней мере, так вещь не пропадает. Если она зарисована, сфотографирована чинарем, да, известно место ее находки, то, в принципе, считают, что она есть в научном доступе. Ее, ну, конечно, там есть сейчас и всякие типа металлографии, можно отколупать кусочек, посмотреть там состав металла, но это уже тонкости. А так, если вещь зарисована и вот фотографирована, замерена там и прочее, значит, она уже, собственно, в оборот введена, а дальше можем мы ее пощупать или нет, это уже, ну, вторично. И у меня вот тоже как раз был вопрос на тему сбыта. Если вот, ну, нашел я, ну, предположим, я вот нашел, погуглил, это что-то ценное. Куда нести? Не знаю, я не носил, врать не буду, но я могу сказать так, что это, ну, есть, особенно в 90-е годы, сейчас ситуация, конечно, немножко улучшается. Ну, вот, первым, часть, я полагаю, идет на экспорт. Ну, это было бы логично. А потом еще имейте в виду, что есть какой момент, если вы его нашли, вам будет крайне непросто его собственноручно продать. Ну, конечно, смотря какая вещь. Если это какая-нибудь бронзяха, которых много, то, в общем, она никому так особо не нужна. Ну, их много таких, да. Как, к примеру, где-нибудь в Средиземноморье римские монеты, которые имеют большой тираж, они не являются такими уж суперценными. Их довольно много. Вот. А, к примеру, какие-нибудь редкие вещи, конечно, они стоят дороже. Но это надо связывать. Там своя, то есть, там своя атмосфера, я полагаю. Я просто знаю историю, что один мужичок выкопал из карьера такое, типа, браслета золотого. Там была такая змея стилизованная, кусающая за хвост. Ну, это, видимо, раннее железо. Типа, две с половиной тысячи лет назад. Ну, и он всерьез думал, что он сам его там продаст с крутым дядьком. Ну, естественно, приехали крутые дядьки местного значения, дали ему там что-то там на бутылку, условно, взяли вещи, поехали дальше. Ну, то есть, это такой криминал бизнес. И он есть, и он, ну, он есть, и ничего с ним. Покамест, так сказать, борьба с ним идет. А он немножко цивилизуется, но сказать, что ему дан такой какой-то жесткий бой, я бы не стал. Ну, и плюс, помимо людей, которые копают профессионально, таких меньшинство, то есть, черный копатель такой профессионал, который знает, что копать, где копать, имеет некое представление о том, что он может найти. Есть куча, так сказать, селюков, которые, серьёзно, пойдем курганчик, скидываются, покупают самый дешманский китайский металлоискатель. И начинают, ну, больше, так сказать, себя они особо ничего не получают, но нор, там, закопух, понарык успевают много. Поэтому, ну, опять же, в разных регионах по-разному. На Украине, допустим, ну, я на самой Украине врать не буду, не был, но я был в Крыму после этого, вскоре после того, как он стал наш. И там это было даже в большей степени распространено, чем у нас. Ну, во-первых, потому что там больше материала, потому что, всё-таки, крымская история, она более связана с Римом, с Грецией и так далее. А с другой стороны, потому что там, ну, на из-за этим не следили вообще никто. То есть, у нас так плохо следят, а нам совсем не следили. Поэтому там, как-то раз, раскапывая курган, мы нашли... Он был граблен ещё в древности, дело в том, что... И мы нашли бутылку водки эпохи позднего Януковича. Вот, то есть, где-то там в год 2013 на водке было написано, видимо, ребята копали-копали-копали-копали курган. Поняли, что там ни черта нет, кроме каких-то там ржавых гвоздиков. И, видимо, выпили и пошли домой. Вот, ну, то есть, есть... Ну, я и говорю, что я, честно, никогда не продавал ничего такого. Я знаю единственную одну разводку, на которую, так сказать, зрителям советую не попадаться. Иногда в Новосибирске к вам может подойти не очень опятного вида товарищ. Сказать, что он там стройку копал или ещё что-нибудь нашёл. Или от деда досталось монету. Там может быть монета Екатерины, монета Петра Первого. И предложат вам её купить там, ну, от 500 до 1000 рублей. Вы её покупаете, а потом оказывается, что её сделал дядюшка Лю в Китае. Ну, то есть, это просто массовое китайское ширпотреб, китайское производство, которое ввозят к нам. Там есть куратор этих всех. Он раздаёт этим бомжам, значит, по монетке. Бомжи доверчивым людям. Ну, не бомжи, там всякие такие маргинальные ребята продают людям доверчивым от 500 до 1000 рублей. Вот. Мотивирует тем, что, мол, в интернете это будет стоить... На самом деле, это просто такой, из какого-то никелированного сплава монетка. Ладно, красивая, прикольная, но стоит она меньше. Ну, это как шутки про биткоин, которые продают на улице. Ну, вроде того, да. Но только тут, как раз, с таким историческим, нумизматическим, археологическим флёром. Ну, скифские мечи, слава богу, по улицам не продают, поэтому я про это ничего не могу особо сказать. Необходимо ли учиться, получать прям образование, чтобы ездить удачно на раскопки и всем вот этим вот заниматься? Понял вопрос. Ну, смотрите, тут есть несколько уровней участия. Если вы просто хотите копать, то, в общем, ну, работают школьники. Ну, сейчас со школьными экспедициями сложнее, потому что сейчас очень, ну, завысили, на мой взгляд, даже требования. Ну, в общем, грубо говоря, если ты везёшь школьников, ты должен их обеспечить бутилированной водой. Ну, короче говоря, там столько моментов, что это просто потянуть невозможно, ни по финансам, ни по логистике. Вот. Но раньше это довольно активно всё работало, и люди вполне нормально ездили, собирали школьные отряды. Отец мой когда-то этим, ну, он был как археолог, а, так сказать, с районов всякие мостовики-затейники, там, учителя и прочие достойные люди, они собирали школьников интересующихся и привозили. То есть, понятно, школьников даже среднего образования законченного нет. Но для того, чтобы заниматься именно этим всем руководить и чтобы писать отчёты, ну, то есть, грубо говоря, рапсилой можешь быть, пожалуйста. Вот. В Китае, допустим, копают, вообще археологи особо сами не копают, нанимают местных крестьян. Они называются мингуны, ну, то есть, крестьянские работники, если так дословно. Они вот работают, и, собственно говоря, именно черновая работа на них. Но также, если вы несколько сезонов ездите, вы можете освоить более интеллектуальные виды деятельности, типа, там, зарисовки раскопа, разбивки его, там, на квадраты и так далее. Но для того, чтобы получить открытый лист, это такая бумажка, которая, документ, собственно, разрешающий вам раскопки, вы должны иметь профильное образование. Сейчас оно, ну, скажем так, там, а вот по поводу профильного образования, тут есть разные подходы. В НГУ, допустим, считали долго, и сейчас, наверное, считают, что вот готовят профессиональные именно археологов как профиль подготовки. Мне это кажется, может быть, не всегда целесообразным. Я считаю, что, в принципе, историк и, ну, в общем, человек, изучающий историю, неважно, с востоковерным профилем, с античным, там, неважно, он может при желании освоить и археологические вот эти все вещи. А в НГУ считают иначе, в этом есть определенный, наверное, смысл, готовят людей там много именно специфических археологических предметов. Какое-нибудь археологическое почвоведение, очень подробно изучается именно археология, археология. Ну, вот есть такой подход. Я за, скорее, подход, что вот историк, ну, человек с историческим профилем подготовки заинтересовался и вперед. Вот. То есть вот так. Зависит от того уровня участия, который вы для себя предполагаете. Так вот просто поехать помахать лопатой, причем даже можно и не забесплатно. Дело в том, что у нас немало охранных раскопок, когда идет строительство какого-нибудь крупного объекта, естественно, по закону должно произведено быть обследование территории, чтобы не разбабахать при этом какой-нибудь могильник, например, древнее или поселение. И вот археологи за деньги застройщика обычно едут и копают там, исследуют территорию. На таких раскопках платят, ну, обычно не за облачные деньги, но тысяч 30-40 в месяц платят обычно. Ну, вот. Регионы разные. Там это могут быть и Восточная Сибирь, и Север, потому что там и газопроводы строят, и ГЭС. Естественно, ГЭС это огромная зона затопления, которую нужно исследовать. Ну, то есть, вот так примерно. Зависит, повторюсь, от уровня вашего, вашей вовлеченности в процесс. Вы сказали, что платит, ну, я так понимаю, что платит частник, да, вот конкретно в этой ситуации? Ну, не совсем. Частник, смотрите, частник, ему, он по закону должен получить документ, доверяющий, что у него там либо не было вообще ничего, либо было, но мы исследовали. Идет дальше, значит, заключается договор. У нас есть частные компании, занимающиеся раскопками, вот такими охранами. Есть и государственные. Там, ну, допустим, Минститут археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Конечно, если это какой-то крупный, очень крупный проект, типа строительства, условно, там, Саяна-Шушенской ГЭС, в том, чем я лично участвую, не в строительстве, но в исследовании зоны затопления, это, конечно, стараются работать с серьезными государственными учреждениями, у которых просто большой штат, которые могут запустить сразу, там, к примеру, 20 отрядов, чтобы они одновременно исследовали. Понятно, что, ну, редкая, мягко говоря, частная компания имеет возможность иметь столько квалифицированных кадров, которые тебе разроют, условно, будут копать там на площади в десятки, в сотни квадратных километров. А если, к примеру, строительство заправки, ну, так, утрирование немножко, может, что-то более крупного, там, какого-нибудь коттеджного поселка, может быть, там, на 3 гектара, то, конечно, это частеньки часто работают. Но все равно есть отдел полевых исследований, государственный, в Москве, который отчеты проверяет. То есть совсем халява ее, ну, не протащишь ты. Вот, то есть государство это в известной мере контролирует. Понятно, что в любой системе, там, можно найти лазейку, но пока система работает достаточно нормально. То есть копают довольно добросовестно. Ну, насколько ясно. Понятно, что есть разные регионы, есть разные случаи. Даже в пределах Российской Федерации мы должны понимать, что у нас личностный фактор. В некоторых регионах коррупция больше, в некоторых меньше. Как везде, так и в этом. Правда ли, что в большинстве своем археологи аскеты? Нет. И ничего не нужно, и все. Да, конечно. Ну, по минимуму. То есть простых каких-то бытовых вещей. Ну, вот такое. Смотрите, тут зависит, смотрите, ну, аскеты, аскеты, но деньги любят все. Да, ну, то есть, в принципе, экспедиция, она, ну, опять же, тут что мы берем? Если у вас экспедиция на две недели, то да, конечно, вы там не будете себе ничего. Сейчас, особенно вот такие длительные экспедиции, это очень масштабное, ну, не строительство, да, но, так сказать, использование много и много чего. Это дизель, ну, а в некоторых регионах просто деваться не было без дизеля, ты, ну, дизель-генератор имеется в виду. Это строительство, ну, нам, допустим, когда я копал на ангаре из такого крупного, мы там, ну, делали поддоны под палатки. В некоторых долгоиграющих памятниках, типа Денисовой пещеры на Алтае, там целый уже есть просто, ну, как сказать, комплекс домиков, ну, таких они летние, по большей части, вот, но, тем не менее, вполне такие вот именно домики, не палатки. Ну, и вообще, когда идут раскопки, под которые есть деньги, то люди обычно стараются, допустим, снять дом. Ну, это часто, то есть, вот, когда мы копали в Крыму, сколько получается, год три назад, два, три, ну, ладно, неважно, два или три, вообще, походу, вспомнится год. Значит, там мы снимали дом в селе, потому что, видите, это все прикольно и здорово, когда ты живешь в палатке, там, турум-пурум, но проблема просто в том, что этот быт, вот, палаточно-костровый, он сжирает много времени и сил. А проще, когда у вас есть, условно, плита, есть повар, который варит, а вы все занимаетесь тем, чем надо, ну, для, либо для быстрого проведения охраны, потому что это всегда довольно, такой, ну, сжатые сроки обычно по раскопкам, вот, в охране. Либо, если это академические раскопки, то здесь, ну, тоже, в принципе, особо растекаться смысла нет. Отдельно стоит археологическая практика, когда студентов гуманитарного профиля вывозят, в НГУ такое есть, в поле, там, ну, там, да, но там она и не длинная, она 2-3 недели, естественно, там нет смысла строить, там, городок, да, просто ставят палатки, 2-3 недели покопали, перекрестились и на запахе. Вот, то есть, по-разному, конечно, археолог должен быть готов ко всему, но не всегда, то есть, в принципе, есть разные люди, есть разные археологи, вот, есть еще стереотип, может быть, следующий ваш вопрос предвосхищаю, что археологи много пьют, так вот, скажу вам так, те, которые сильно много пили, они уже либо в могиле, либо, так сказать, выпали из профессии, то есть, излишние возлияния, они, ну, реально немало народу свели, ну, в некоторых прямо вот на тот цвет, без преувеличения. Ну, кто-то, так сказать, живой, но выпадение из профессии, это, ну, собственно говоря, нередко следствие большой любви к горячительным напиткам. То есть, я не могу так сходно называть вам археологов чистого трезвенника, но так, что все прям гудят постоянно, ну, не везде, хотя есть любители, как и везде. Как я понял, вы сказали, достаточно много где участвовали. Ну, было дело. Какая самая удивительная находка? Удивительная, ценная, не важно. Я ценная не знаю, удивительная, скажу. Она просто удивительная по месту обнаружения. Это было вот как раз в Крыму, это, получается, сколько было, ну, пусть будет три года назад. Вот, значит, дело было так. Мы уже раскопали, там было несколько курганов, это, значит, ну, не центральный Крым, есть там такой город Белогорск, вот в его окрестностях мы копали. Там было несколько курганов, мы их, и было бронзовый век, были там, в скифское время условно. Так вот, значит, и взят был вот этот грунт, засыпан в мешки, и потом почти все разъехались, осталось там буквально 3-4 человека. И мы, ну, там кто-то занимался готовкой, кто-то занимался другим, я конкретно занимался дуршлагом, перетрясал, собственно, всю вот эту вот, весь этот грунт, и складывал то, что отсеяло, то есть то, что оставалось, да, вот эти вот бисеринки, я складывал в пластиковые пакетики. Ну, в общем, я тряс-тряс, 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 и вдруг смотрю, там золотая серьга. Она такая не толстая, ну, такое колечко, а снизу, ну, я не знаю, я не делал экспертизы, это понятно, что, может быть, это был клык, какого-то не очень крупного животного, типа лисы какой-нибудь, может, это из камня такая штука была выточена. Ну, по сути, это такое колечко, а внизу такая подвесочка, в виде не то клыка, может, из клыка сделанной, а может, из камня. Вот, я, значит, вытрясу ее, думаю, ого, а золото, причем там был материал, но бронза была, а золота не было в этой экспедиции, была амфора такая замечательная, греческая, в скифском бургане, но вот золота не было. Я, значит, вытрясаю, значит, ого-го, кладу ее быстренько в пакетик в отдельный, и вдруг кто-то начинает долбиться в ворота, а мы снимали дома одной своеобразной очень тетки. Ну, я, значит, думаю, так, откуда они узнали? Короче говоря, я сразу эту штуку прибрал под дуршлаг, открыл ворота, там стоят, ну, эти самые, полиция. Говорят, вы кто, мне говорят, я говорю, я, ну, археологи тут снимаю. А вы, говорит, ну, у молодых сотрудников правоохранительных органов, они мне, как бы, иногда пытаются напугать, но у них, получается, не очень страшно. Я говорю, ну, что-то из серии, а много ли вы конопли выкурили? Я говорю, я ничего не выкурил, вы хотите, вот, заходите, хозяйка в огороде. Вот. Оказывается, у них там рейд был по деревням, они искали, кто там, а хозяйка, у нее был такой очень высокий голос, такая дородная тетка довольная. И когда они зашли и спросили у нее про коноплю, она им на вот такой очень высокой ноте сказала, что с таким непередаваемым крымским, украино-русским говорком, что, мол, какая конопля, у меня картошка тут не родится. Ну, в общем, в итоге они ушли, я понял, что они не за этим приходили, ну, и потом уже я, собственно, показал. Вот. Руководителем нашего отряда, в общем, это, по-моему, была чуть ли не единственная золотая находка, в принципе. А что касается именно вороскопе, ну, как-то на, вот как раз на Енисеи, где мы копали, вот, национально-шушенской ГЭС, там была, нашел я кусок такого, это неолит, новый каменный век, ну, там, ну, предположим, 7 тысяч лет назад. Вот. И там такой был из такого зеленого камня, типа яшмы, такой, в общем, осколок достаточно занятный. Ну, для нового каменного века, где металла, в принципе, нет, но довольно яркая находка. Понятно, что, ну, вы не каждый день ездите куда-то на раскопки и все на свете. Пар тоже сейчас нет. Нет. У вас есть ютуб-канал? Есть. Занимаетесь им? Занимаюсь иногда. Ну, вот сейчас засеку про свободное время. Значит, свободное время, видите, в чем дело. Я почему вначале-то сказал, что я в том числе археолог? Дело в том, что я в основном работаю и в свободное время, ну, как условно свободное, потому что я стараюсь каждый день, там, часа по три, что-нибудь делать с археологией связанного. Но в каком смысле? Раскопать какую-нибудь штуку, это даже не полдела, это только начало. Штуку надо атрибутировать, то есть понять вообще, к чему она относится. Существует систематизация, там, начиная от бронзовых удил лошадиных и заканчивая кинжалами. Вот, то есть это очень сложный процесс. И вот, собственно, диссертация моя, да, она была про китайские культуры раннего Железного века, но близкие вот Пазарыгской, ну, в определенной степени близкие Пазарыгской культуре Горного Алтая, более известной, да, у нас, то есть вот это вот такое. То есть я, копать мне не сильно обязательно, да, то есть мое сейчас призвание, это в первую очередь вводить в научный оборот те данные, которые раскопаны в Китае по родственным культурам, ну, имеется в виду родственным именно в культурном вещевом плане, тем культурам, которые были у нас, и вот, так сказать, для того, чтобы наши исследователи им было с чем сравнивать, и они понимали, что там за кордоном, потому что та граница, которую разделяют сейчас РФ и Китай, ее 2500 лет назад не существовало, и Китая не было там, где он сейчас на севере есть, да, ну, а про Россию вообще говорить нечего, поэтому это было свое, абсолютно все равно пространство, которое развивалось по своим законам. Сейчас оно оказалось разделено между Казахстаном, Монголией, Китаем, РФ, там, да, и поэтому, естественно, в каждой стране исследователи ведут его исследования, в смысле, на своем языке. Ну, если в Казахстане много русскоязычного, то Монголия и Китай, понятно. Вот, в Китае копают много, в Северном в первую очередь, и вот то, что они накапывают, надо в той или иной степени доводить до сведения нашей науки, и в том числе, ну, естественно, как-то обрабатывать тоже. То есть я не просто, конечно, перевожу, да, я еще как-то этот материал осмысливаю. Вот, ну, то есть археология, это не обязательно раскопки, археология может быть и... Я вот говорил, да, про то, что если предмет зарисован, отфотографирован, он уже, считай, введен в оборот. И систематизация, работа, понимание вообще хронологии того или иного типа изделий, это тоже даже большая по объемам работа, потому что есть немало археологов, увы, которые много чего раскопали, потом умерли, там, кто-то вследствие питья, кто-то просто по состоянию здоровья, и остались огромные абсолютно коллекции, которые, скорее всего, ну, если даже их кто-то обработает, то все равно далеко не везде и не всегда можно понять вообще, откуда та или иначе вещь происходила. То есть материал, если не полностью загублен, то он сильно потерял в информативности. Вот. Китайцы публикуют много, к счастью, хотя и фрагментарно, и очень своеобразно. Вот. Но публикуют, и общающие работы у них есть, поэтому вот я стараюсь днем, вечером этим делом заниматься. Что касается YouTube-канала, да, он есть, и он определенное количество времени у меня занимает, но, учитывая, что сейчас я в основном его веду с помощью трансляций, а не с помощью монтируемых роликов, хотя начинал я именно с монтажа, то я бы не сказал, что он много времени поедает. Ну, вот он существует, так сказать, я сейчас, сейчас времени на него больше, вот, но по большому счету, пока мест он, ну, по времени, по хранит-петражу, в общем, занимает, повторюсь, не так много. А вот я сейчас закончу, вот еще один проект, и это год назад у меня посетила странная мысль, поднести китайский туда, куда его нет, где его нет, точнее, да, это, ну, допустим, территория Приднестровья и Донбасса. Ну, вот я сейчас 72 часа я людям обещал, я сейчас вот как раз на этой неделе, надеюсь, доведу эти 72 часа, и пойду, буду заниматься на канале уже в это время, это пятница, ну, четверг, пятница, суббота, воскресенье, вот такие дни, по вечерам чем-то другим, а вообще вещать приходится по вечерам еще и потому, что Сибирь все-таки, как мы сказали, не очень населенная, да, много людей живет в другом часовом поясе. Если ты будешь вещать в 6 часов, допустим, в пятницу, то значительная часть твоих потенциальных слушателей, она будет просто на работе, поэтому надо вещать там, ну, хотя бы часов в 7-8, а лучше его даже в 8-9, потому что это уже, ну, вечер, как бы сказать, люди уже как-то могут это все посмотреть, хотя бы теоретически. Поэтому так, что я еще делаю? Ну, во-первых, конечно, полуторогодовалые дети, они сжирают много времени, потому что они бегают, ну, один полуторогодвал и второй уже 8 лет, они бегают, бегают, то есть обычно как, так, утром я просыпаюсь, увожу старшую в школу, ну, сейчас, кстати, непонятно, до какого им каникулы продлят, их отправили уже на неделю раньше, когда занятия начнутся, не знаю, вот, увожу, иногда забегаю на обратном пути в тренажерный зал, если не сильно спать хочу, потом возвращаюсь, потом что-то брожу по дому, бегаю за маленьким ребенком, потом я его укачиваю к часу и все, и тогда уже я обычно отчаливаю, еду в СИУ часто, потому что, ну, дома работать сложно, вот, когда дети бегают, они все равно отвлекают, а в СИУ работать лучше и проще. Ну, а так, что еще делаю? Ну, вот, взял себе на Новый год абонемент в ТИР, вот, возле НГУ там есть такое, ну, вот, выхожу его, не знаю, буду нам в следующий месяц брать или нет, потому что, ну, погода улучшается, сейчас, в принципе, можно там и на даче стрелять, это по зиме сложно делать, ну, вот так, временами книжки читаю, вот, ну, в смысле, имеется в виду не те, которые я читаю и перевожу в ходе работы археологической, а просто вот так, вот, недавно прочитал поэму Твардовского Теркина на том свете, естественно, то есть того Теркина, который основной, я его читал еще в школе и потом перечитывал, Теркина на том свете, как, так сказать, такой, к современному языку, например, спин-офф, а поэмы я не читал, и вот, залатал эту дырку в своем образовании, круге, чтении и так далее. Ну, вот. Хотелось бы еще о Ютубе. Основная, ну, просто расскажите тематику вашего канала вообще, что можно найти. Отчем из голову взбредет. Ну, я понял мысль. А вообще он, ну, как бы, планировался в большей степени, как именно... Начиналось все с того, что я начал монтировать ролики на историческую, в первую очередь, античную тематику. Несмотря на то, что у нас в курсе образования, вообще, у вас такая вот по образованию, у нас не было античной истории в принципе, но там был у меня интерес уже тогда, и сейчас, в принципе, я его заполняю как могу, там читаю, слушаю лекции и так далее. Благо, аудио лекций сейчас выкладывается куча. И когда я их слушаю, я, естественно, что-то узнаю. Ну, вот, по этому поводу я начал пилить ролики. Но тогда у меня был большой-большой компьютер, который позволял мне их пилить довольно быстро, они рендерились довольно быстро и так далее. Ну, потом я уехал с той квартиры побольше, мы там снимали одно время, свою сдавали, ту снимали. Вернулись домой, и, как бы сказать, компьютер стало, ну, буквально, ну, это же некуда ставить, ну, неудобно. Поэтому я волею судеб перешел на трансляции, вот, то есть монтировать я так в целом в основном научился, но, хотя есть, понятно, всегда куда расти и сильно. Ну, вот, первые ролики поэтому были такими, сейчас они перешли в трансляционный режим. Отчасти, потому что я вот должен закончить этих... 72 часа вроде звучит немного, а растянулось на год. Поэтому я должен закончить своим китайским и истории Китая вместе вот это все в 72 часа. Вот. Ну, и как-то, а потом начал транслировать на другие темы. Пока я смотрю, какие темы идут, какие не идут. Вот, допустим, неплохо пошла тема с фэнтези вселенными, обсуждением их. По политике тут я делал трансляцию, тоже так ничего. Одна трансляция по истории, хотя ссылки на нее были в нескольких довольно крупных группах по исторической тематике, там больше 20 тысяч было каждый. Она дала довольно скромный результат, я думал, как-то получше будет. То есть я не убиваю в этом много времени. У меня есть вот следующий такой маховик, который надо будет раскрутить. У меня есть готовый курс по обществознанию, я его продавал когда-то, но сейчас уже записанные курсы плохо продаются, в принципе. Вот, поэтому я начну его выкладывать, но я перед этим как раз вот по тематическим пабликам немножко там вложу некоторое количество денег в рекламу, и тогда вот это, именно этот проект, он как-то будет, наверное, раскручиваться за счет рекламы. А то, что сейчас, ну в принципе, подписчики медленно-медленно, но верно растут. То есть за месяц где-то, ну человек 50 подписалось, вот, при том, что я говорю, что я занимаюсь, то есть мое занятие каналом это просто включить камеру, нажать, отвечать, нажать, выключить и пошел гулять. То есть я не особо готовлюсь, я ввезу лекции на те темы, которые я вот могу так экспромтом выдавать. Ну презентации иногда делаю, и то у меня кое-что есть готовое, я это использую. Ну может быть вот в силу переведения СИУ РанхиГС на дистанционное образование и в силу необходимости заменять там вот заболевшего коллегу, я может быть проведу несколько лекций по темам предметов, у которых вот у людей идут, вот как раз через Ютуб, потому что через Зум это мне менее удобно. Может быть так вот еще сделаю, ну опять же вот чтобы люди не чувствовали себя покинутыми на вынужденных каникулах. Вот, так что вот так, ну я не связываю, я даже не собираюсь там забирать лавры у кого-нибудь, у какого-нибудь, не знаю, Анатолия Шария или еще у кого, я делаю, делаю. Ну пойдет это лучше, ну хорошо, пока медленная, но тем не менее позитивная динамика есть. Ну в основном, то есть это вот такой вот контент, но я сразу правда предупреждаю, чтобы эту тему как-то закруглить, что в некоторых, некоторые видео, в смысле на видео предупреждаю, что есть видео такие исторические, я бы рассказывал, дело было так, да. А есть вот где идет мой взгляд и моя вот вкусовщина условно. То есть, к примеру, если я рассказываю про историю Китая во второй половине 19 века, как он дошел до жизни такой, я рассказываю, стараюсь идти по фактам. Если, к примеру, я вот буду делать трансляцию по случаю безвременной кончины Эдуарда Лимонова, там понятно будет мое личное отношение, мое личное восприятие и мое мнение, на которое я, как любой человек, имею право в рамках закона. Вот так. Ну, ссылка на канал будет в описании. Если это интересно вам, то, пожалуйста, заходите. Большое спасибо. Большое спасибо. Было очень интересно, приятно.